большие лапы 20 января 2014 года 11.30 мы опять на поле здесь у нас была капуста засаживаем теперь для чего мы проходим именно глубокую культивацию не отвальный плуг потому что все по принципу природного земледелия мы должны оставить те бактерии которые дышат воздухом на поверхности при отвальном плуге когда трактор пашет с отвальным плугом все те бактерии которые сверху живут и дышат воздухом в процессе жизни им нужен кислород те у нас находится сверху анаэробная бактериальная флора та которая живет на глубине 20-30 сантиметров не дышит воздуха имену убителен кислород когда мы работаем отвальным плугом мы переворачиваем пласт наверх уходит та бактериальная флора которая не дышит воздухом и погибает на поверхности земли вниз все что мы вносили в течение года биопрепараты навозы вермикомпосты все это основано на бактериальной флоре которая ровная та которая дышит кислородом мы также запускаем нижние слои если при отвальном плуге и после этого она также погибает и потом долго весной восстанавливается поэтому мы делаем глубокую культивацию видите вот на культиваторе очень редкие лапы то есть он загоняет глубину 30-40 сантиметров трактор услышно надо трактор услышно очень тяжело тяжелее чем на пахоте то есть хотя это новый 89 2 белорус ему очень тяжело тянуть эти на глубокую глубину то есть для чего все это делается мы для того чтобы полностью уйти от минеральных удобрений для того чтобы не влаживаться в ненужные вещи которые только лишь засоряют нашу землю решили садить поле у нас относительно большое на этом участке 2 гектара и еще есть 80 соток поэтому мы решили садить одну культуру на этом участке у нас будет пекинская капуста в следующем году весной после этой культивации мы здесь посеем сидираты это ячмень с викой века это бобовая культура она будет плестись по ячменю выгоним очень хорошую по пояс зеленую массу очень густой травостой то есть берешь 1 2 репродукции ячмень то есть чтобы он давал максимальное количество выгоняем массу по пояс сеем примерно из расчета 320 килограммов на гектар ячменя и 140 килограммов на гектар вики все это перемешиваем 40 соток вносим садим на небольшую глубину это 5-7 сантиметров весной это все когда вырастает примерно к середине мая мы все зафрезовываем запускаем землю за несколько месяцев она все усваивается разлагается и в конце августа высаживаем рассаду пекинской капусты и когда уже ее выращиваешь минеральные удобрения абсолютно не нужны то есть настолько питательная настолько рыхлая арируемая земля море воздуха по которой идешь и вот даже в лунке вот нарезанные лунки по которым мы садим пекинскую капусту и вы наступаем в ямку да вот просто вы идете наступаете в ямку ногу убираете а земля поднялась настолько она все мягко рыхло и растение буквально благоухает то есть когда в гонке за двумя урожаями мы как сельские жители вынуждены работать с минеральным удобрения а когда делать одну посадку то не нужно уже и полностью не нужно минеральным удобрения и растения очень благотворно развиваются как говорится в древней китайской поговорке глупый выращивает сорняки умный выращивает урожай мудрый выращивает землю в данной ситуации мы выращиваем землю мы делаем ее воздухопроницаемой влагонасыщенной и с большим количеством червей пока все уже будем отсеиваться когда еще раз я сниму весь информацию до свидания